Это гонки класса Миджет. На Сочи автодроме чемпионаты по автомобильным кольцевым гонкам теперь проходят регулярно. Очередной старт намечен на завтра. Здесь начнутся гонки на выносливость Миджет Эндуранс. На старт выйдут специально сконструированные для этой серии 10 болидов. Машина больше похожа на багги. Но это не багги, это специальный прототип для асфальтовых кольцевых гонок, который издалека может напоминать BMW, Audi, Mercedes, но на самом деле он им не является. Это абсолютно специально сделанный такой гоночный болид. В каждом из экипажей по два пилота, которые будут сменять друг друга. На трассе Формулы-1 будут сражаться за результаты гонщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и даже Латвии. Ее представители – постоянные участники этих гонок. Кстати, гонка на выносливость длится больше двух часов, выигрывает тот экипаж, который пройдет больше всего кругов. А пока подготовка автомобилей и тестовые заезды. Впрочем, сегодня трассу Формулы-1 тестировали не только профессиональные гонщики. За руль спорткаров Рено и Порше мог сесть любой желающий. Это финальная часть мастер-класса с инструктором, который здесь проводят с начала года. Первый шаг – это обязательно осмотр у доктора, измерение давления и проверка алкотестера. Второй шаг – короткий инструктаж от профессионалов. Рассказ о том, как держаться на трассе и вообще управлять скоростным автомобилем. Перед тем, как мы своих водителей сажаем за руль, у нас проходит небольшой вводный курс теории, где мы разбираем основные понятия, которые необходимы водителям для движения. Траектории, фазы прохождения поворотов, что им нужно знать, о чем им нужно думать. Ну и третий шаг – это выезд на трассу. В качестве штурма на первый круг, а вот второй уже в качестве пилота. Эмоций после выхода из машины масса. Вообще-то скорость чувствуется. И в поворотах прижимает очень резко. Конечно, от обычной езды отличается очень сильно. Сочи-автодром в перерывах между этапами гран-при живет вполне насыщенной жизнью. А подготовка к очередному российскому этапу, который в этом году пройдет в мае, не заканчивается ни на минуту. Главная причина переноса гонки на мае – это наше желание сделать визит в город Сочи для гостей нашего города более простым, более удобным. Мне нужно будет отпрашиваться с работы, брать отпуск. Интересно. Значительные билеты продаются с декабря. Уже около половины билетов продано. В этом году гонки «Формулы-1» пройдут с 29 апреля по 1 мая. Что касается анонсируемых ночных гонок, точная дата их проведения пока неизвестна. Но на Сочи-автодроме уверены, до 2020 года сочинцы и гости курорта смогут насладиться и этим захватывающим зрелищем.